МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дверь здесь была? Вот там дверь, вот здесь одна стояла в том месте, вот там дверь. Прекрасная пора золотого листопада не только пора очарований, но и разочарований. По крайней мере, для представителей общественной организации, взявшей негласное шество над парком микрорайона-юбилейной, в народе именуемом парком Мики. Согласно планам, неделю назад общими усилиями на его территории, возле скамеек, должны были быть установлены 10 урн. Саянская предпринимательница за собственные средства закупила их и доставила из Москвы. Но, к сожалению, мы этого не сделали. И думаю, что, возможно, не сделаем. Во всяком случае, именно в этом году. Причина в одном. Мы не только одну скамейку нашли поврежденную, мы нашли еще и две. Тонус, конечно, у нас упал. Желание оставить скамейки, ну, сильно подкосило наш, как бы, вот такой оптимизм о том, чтобы парковую аллею-то довести до ума. Ну, это временное, конечно, явление. Парковые скамейки три сейчас у нас, как бы, на ремонте стоят, и мы в размышлении. Умные люди опять советуют. Как в прошлый раз советовали. Не ставь все 15 скамейок, поставь хотя бы 10. Поставили мы 10. Три из них уже вышли из строя. Вот. Вот и сейчас мы тоже, наверное, не поставим урны, потому что за зиму они придут в негодность. Наверное, весной, в апреле мы их установим. Жаль, конечно, нас это удручает. Мы как-то оптимистичнее смотрели на эту тему, потому что приятно в парковой аллее видеть людей, сидящих на лавочках, отдыхающих, людей разного возраста. Сейчас этих посадочных мест, мест для отдыха, будет значительно меньше. На баланс города скамейки полученные организации СНЦРУ в результате победы в грантовом конкурсе пока не поставлены. Я, может быть, даже вот есть такая мысль, но взять и возле своего дома поставить. То есть пока они не принадлежат городу, я могу с ними поступить как хочу и наше партнерство. То есть они нам принадлежат. Я могу просто по домам расставить, закрепить, и парк останется без скамеек. Но растеряны мы. Мы растеряны, не ожидали. И в основном это, насколько я понимаю, в одном и том же месте одну вытащили, вторую вытащили, третью вытащили. Первая скамейка очень была повреждена. И две остальные мы просто взяли и убрали на время, чтобы их не разбили окончательно. Потому что ремонтировать их в фирменной скамейке очень сложно будет заменять какими-то другими деталями. Вообще многих горожан удивляет упорство и настойчивость, с которой общественники пытаются разбудить в Саянцах, видимо канувшие в прошлое вместе с временами Советского Союза, чувство патриотизма, умение жить единым порывом, мониторка для себя, работать, сообщая, вершить какие-то важные добрые дела в пользу общества. Наша организация к тому и стремится, чтобы объединить горожан для совместных усилий для работы над парком. Потому что комфортнейшее место, прекрасное место для медитации. Здесь никаких особых преобразований не надо. Вот скамейки стоят, урны будут стоять, они уже есть. Теперь что остается? Ограждение поставить, потому что багульник топчется, и мы уже к этому готовимся с управляющей компанией «Забелина». Сами сварим эти ограждения, может быть, в небольшом количестве, но будем потихоньку это делать. То есть мы курируем аллею. Следующим этапом для нас, первостепенным уже на этом этапе, может быть, при новой власти, мы освещение хотим здесь сделать, потому что ночью здесь просто страшно. И тогда и урны, и скамейки, может быть, не пытались бы воровать. Есть еще интересные идеи проекта. Я говорила о том, что очень хочу здесь зеркальный столб такой сделать, и думаю, что в следующем году мы его сделаем. Пусть даже и разобьет. Очень интересно преломление отражений в окружении. Это вообще чрезвычайно красивое кино в столбе. Видеть вот эти птицы, небо, людей, травы, все это мелькание, там зеркала под разным углом. То есть это чрезвычайно интересная игра. Мысли есть еще у наших горожан в этой аллее сделать, например, такую зону спортивную небольшую, чтобы можно было тренироваться, какие-то такие антивандальные сооружения, потому что на стадионе первой школы как бы недостаточно этого. Ну и аллея для влюбленных. Вот готовая аллея для того, чтобы здесь пройти свадебному кортежу, свадебной такой вот компании, невеста, жених и ее гости, потому что она как подиум, эта аллея. По ней можно идти, невеста и женихом будут любоваться, их будут поздравлять. Это будет очень красиво, аллея сама по себе красивая. Но здесь нужны какие-то дополнительные элементы, где бы они могли на качелях покачаться, чтобы попозировать, пофотографироваться. Здесь некоторые работы нужно сделать, и некоторые горожане готовы в этом поучаствовать. Ну, думаю, что к следующему году, наверное, мы что-то уже сделаем. Но нужно вместе это делать, только вместе. А мы многое можем вместе. Есть предложение о создании сценической сцены, где будет проведено электричество, и будут устраиваться какие-то музыкальные встречи. Но, как всегда, задумки разбиваются о быт. Вопрос, как всегда, в нехватке финансовых средств, отмечают представители городской власти. Очень много идей было в свое время хороших высказано по поводу того, как этот лесной массив сделать парком таким, какой он должен быть в понимании городском. Чтобы это было освещение, вот этот дорожек, чтобы стояли лавки, была территория, где можно было и на роллерах покататься, и были какие-то горки для детей, и городки. Но еще раз говорю, все это, начиная от охраны и заканчивая уборкой, мне всегда интересен момент хозяйственный, поскольку у нас субъект хозяйствующий. Мне всегда интересно, с каких, кто и с каких средств. Прежде чем что-то построить, или возвести, или, да, интересно, как это будет на практике работать. Как это будет работать на практике. Кто это будет убирать, кто будет это освещать, кто будет это обслуживать, начиная от света. Да, уже много тоже, что вот свет, света. Вы знаете, что освещение, городская иллюминация, которая была за три года, не рубля, собственно говоря, не была выделена на ее ремонт. Обслуживание территории, любой парк, мы хотим, чтобы он был чистый. Подожди, а сейчас кто убирает этот парк? Вот вопрос, кто сейчас убирает? И за что счет мы его убираем? За счет? Да. Вот, за счет дворца культуры. Да? Легче всего объект кому-то передать. А у меня, как у субъекта хозяйствующего, простой вопрос. За чей счет мы его будем убирать? Мы хотим, чтобы он был красивый. А за чей счет? За какие деньги? У нас на этой статье ноль. А теперь добавлю к себе. Нередко мне приходится зимними вечерами идти мимо парка. Одним таким вечером в темноте кромешной среди деревьев увидела страшную фигуру и, конечно, была весьма напугана. А ведь дети, женщины, подростки запросто могут стать жертвами грабителя или насильника. Утащить, скажем, молодую женщину в темные кусты можно запросто. Вообще в Саянске функционирует городской фонд. И внести немного средств на реализацию какого-то проекта могут все желающие. Думается, решить проблему содержания территории столь замечательного парка можно всем миром. Горожане, общественники, предприниматели, которые, наконец, должны осознать, что уместимы – сила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова